В имя от Своя Сына и Святаго Духа, да видевши чудеса Твоя, они устрашатся страданий Твоих. Покажи нам воскресение светлости, я же нас в мире с подоби поклонитесь. Христе Божий Великой ради Твоей милости. Эти и подобные песнопения вопиец Святая Церковь к преобразившемуся Спасу в день Святого Его Преображения. Месяц августа, в шестой день, когда возвел Господь своих учеников Петра и Якова и Иоанна на гору Высокую. И после этого труда, восхождение на вершине преобразился. И лица Его сделалось, как солнце, и риза Его, как свет. И явились Ему Илья и Моисей, с ним беседующие о грядущих страданиях. Присем сказал Петр, наставниче, хорошо нам где быть, сотворим три сени, едино тебе и едино Илье и едино Моисею, не ведая, что творил. Еще Ему благолище, сей облак светил, осени их, и глаз бысть из облака, и сей есть Сын, есть возлюбленный, мой, о нем же благоволив, и убоявшися, и вдавнедоши в облак, и ниц и падши. И Господь восстанете, и не бойтесь, и говорите. И никого же, видевши только Иисуса Единого, никому же поведите видение, прежде нежели Сын Человеческий из мертвых воскресных, говорит Господь им, спускаясь с Павлора. И мы восходим на Святую Гору Павлорскую Духовную. Постон и молитву, отрешением отдела человеческого, созерцанием евангельских событий, слушанием службы, стоянием в Храме Господнем, двумодесятый господский праздник, лицезрением, богослужением и созерцанием тайн Божьих, которые открываются уму христианскому по благодати и вере. И через это, братья и сестры с нами, долженствует произойти. Все чадо церковные к этому призваны. То же, что и с апостолами, а именно, укрепляются они духовно, чтобы не убояться его страданий. и мы укрепляем все духовно, чтобы не убояться тех скорбей, несчастья, бед, болезней и самой смерти, которые неизбежны для всех его последователей. и мы приходим в церковь, братья и сестры, чтобы обрести здесь мужественное сердце, чтобы не искать здесь, по крайней мере, отдавать себе в этом отчет, что мы приходим сюда. Чтобы здесь совершиться, то есть, стать теми, кем мы должны быть лично, каждый по благодати и вере, последователем Господа. Для этого и таинство, для этого и молитва, для этого и благодать Божия церковная, для этого и двенадесятые господские праздники, для этого и пение флиросное, для этого все Богом установлены молитвы. И чины, и обряды, и последования существуют, чтобы умом вникая, заставляя себя, отсекая от себя ненужные мысли, смиряясь перед истинной Божией и Его правдой, и принимая в этом смирении благодать Божия, мы бы как бы сделали шаг туда, в невидимое, непостижимое, светлый день воскресения Христова, который ждет нас за гробом. и приняли бы от Бога вот эту славу будущего века, сверхъестественную, непостижимую, божественную, святую. Их же охо не видело, и ухо не слышало, что приготовил Бог любящим его. вот для этого и предусмотрел Господь Бог в церкви праздники и Божию благодать дадим нам и евангельское чтение и воспоминания спасительные. Об этом говорит нам сегодня апостол Петр в послании. Да взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Это звезда, братья и сестры, это малая талика, как бы залог будущего небесного царства, который, однако же, хватает на нашу жизнь, чтобы не оглядываться на мир, быть мужественными и не пытаться здесь ухватиться за соломинку и не пытаться здесь строить свое счастье, но мужественно обречь себя здесь заранее на несчастье, на все, на лишение, на скорбь, на смерть, на потери, и не устрашиться этого. И я же в мире нас, подобие Господи, поет церковь. А мы слышим, что поет церковь, да или нет? Или у нас другое христианство, независимое от православия? К сожалению и увы, все идет к этому. Что только земного ищем, о земном думаем и, увы, и увы, видим, что научились, так сказать, мимикрировать под вот эту благодатную, святую, сверхъестественную правду, только на словах, конечно. Многие христиане, в том числе и многие учителя церковных, то, что по сути является абсолютно земным и здешним, вот это нехорошо. Каким мы ни были слабым и немощным, мы обязаны переступить через свою немощь и дать себе полный отчет, что нас ждет и не хвататься за это земное, тогда Господь говорит, восстанете и не бойтесь, Господь с нами. Он дает поистину пережить все и дает нам, еще сущим в мире, знать, что страдания наши здешние кратковременные, они кончатся, и за ними будет превосходящее всякий разум, неизвеченная слава во Христе, слава незаходимого дня Его Царства, желаем ли, ищем ли, веруем ли в этот незаходимый день Царствия Небесного, или это для нас так, факультатив какой-то, второстепенная мечта, ну, конечно, конечно, но не всерьез, о, нет, христиане, кто крест носит, обязан, и не раз в жизни, и не два раза в жизни, а каждый Божий день, и по многу раз в день, восходить на фавор, там, где Господь беседует о своих страстях, и не убояться, его страдают. Господь дал нам эту силу пользования, наследству, мы ее правоприемники, его победы на кресте над смертью, ужасами аата, всех земных, всех земных бед и несчастья. и мы, дорогие братья и сестры, если так себя ставим правильно, то есть мужественно, не оглядываться, хоть и немощны, хоть и слабы, и повергаем себя на его милость, Господь щадит и прохлаждают наши души, и укрепляют, и не дает безмерных скорбей, и не дает пасть в отчаяние. Но не нужно никаких подпорок, не нужно никакой психологии и человеческих утешений. нам, христианам, этого не нужно, хотя и мы слабые и немощные люди, потому что это все рухнет, и не надо убаюкивать себя и утешать, и успокаивать тем, что не выдержит смерти, не выдержит огня этого страшного испытания и скорбей. Христиане не должны сами себя обманывать, как же жить тогда? На какой же высоте надо жить? Ничего другого не остается. И когда мы соглашаемся на это, хотя бы и с кровью, и со слезами, с мукой, ничего, Господь тут как тут, Господь помогает, Господь знает наше небо. Господь не подвергает нас чудовищным испытаниям, а дает лишь слегка. И умеряет, и утешает. Потому что Господь весьма человеколюбив, милость его безмерна, человеколюбие неизреченна, не будем это забывать. Но этой милостью неизреченной человеколюбием безмерно можно воспользоваться, можно воспользоваться только, если полностью совершенно себя повергаешь пред Ним и устранил всякие иллюзии, всякие подпорки, всякие запасные ходы земные. Вот тогда да, вот тогда легко перед Ним повергнуться, когда воистину никаких нету спасательных кругов, тоничь, от безверия и отчаяния, но взываешь к Господу. Воистину хорошо нам с дебытием. Господь время от времени дает это. святое блаженное, благодатное, неизреченное свидетельство Поворска. Тонкий этот свет Поворска, он невидимый миром, он видим духовно, когда человек воистину просвещен. С праздником вас, дорогие братья и сестры, преображение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.